15 молодых людей, 8 девушек и 7 юношей строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник, а того, кто не найдет свою любовь, изгоняют. Здравствуйте, я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. Это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Но если обладатель одинокого сердца не способен найти себе пару, он покидает наш городок. Вчера участники проголосовали за то, чтобы домой отправился Константин Шатравк. А ему на смену сегодня приедут две очаровательные девушки. Но останется, к сожалению, только одна. Интересно, что здесь ждет новенькую, любовь или разочарование? В настоящий момент все в ожидании. Женя Абузярова перестала устраивать роль друга всех девчонок. Он мечтает найти свою любовь и немедленно переехать в домик для пары. Насим по-прежнему ждет идеальную девушку, девушку своей мечты. Марина и Стас пара-долгожитель. Их зыбкое счастье сменилось выяснением отношений. И кажется, что Стас тоже мечтает о новой встрече. Оскар Каримов уверен, что у него с Ольгой Кравченко любовь с первого взгляда. Но вот уверена ли в этом Ольга? Роман Третьяков. За день успевает посмотреть на всех девушек в лагере. Но пока отдает предпочтение Лене Берковой. Их бурный роман развивается на глазах у всех. Но любовь ли это? С нетерпением ждет новую девушку Степан Меньшиков. Ведь с Наташей Веретенниковой они встречались всего три дня. Повезет ли Степе на этот раз? Повезет ли Степан Меньшиков. Ну что? Тихо, тихо, тихо. Что такое? Ну а мы очень сильно обеспокоены здоровьем Степана. Психическим здоровым я имею ввиду. Поэтому специально для него мы пригласили психолога. А сейчас мы пойдем его будить. Не спать! Пойдем со мной, дорогой. Сэр, я расскажу тебе, что такое любовь. Пошли. Ну и покажу. Ну ты пока причешись, умойся. Да, мне пахнет чувствами. Да ужас вообще. Стирает их по новому методу, не снимаемые опалубки. Он их не снимает и стирает так. Помнишь, наш с тобой разговор? Ты сказал, что тебе нужна психологическая поддержка. Да, да, да. Действительно, я специально для тебя пригласила психолога. Мы рассмотрели твою просьбу. Сейчас я хочу тебя с ним познакомить. Вот, я тебя хочу познакомить. Знакомься. Это Борис Матюшкин. Степан. Привет. Твой личный психолог на сегодня. Спасибо большое. Надеюсь, что у вас все будет нормально. Вы побеседуйте, и Степе действительно станет легче. Потому что пока ему было очень тяжело в нашем лагере. Спасибо. Да. Ну что, Степ, натыкся будем нормально? Да. Нормально. Ничего, что я вас тоже натык. Да, конечно, нет. Мы заняты, естественно. В настоящий момент как ты себя чувствуешь? Я очень уверенный в себе, на самом деле, человек. Мне бы хотелось быть уверенным. Вот я предлагаю себе как бы некоторую внутреннюю игру, которую, значит, только ты будешь знать там и мы с тобой. Есть разные роли. Да, значит, и как бы разные твои качества, которые для тебя приятны, которые для тебя неприятны, да? На самом деле, неприятно быть идиотом, да? Вот выбрать для тебя какие-то такие роли, да? Можно даже для тебя на бумажке написать, да? Например, там, сегодня я идиот, да? Ты об этом никому не говоришь, да? Но сегодня ты играешь эту роль, да? Ты позволяешь быть себе тем, с чем ты борешься. И ты смотришь, как другие на это реагируют. Измечают они или нет? Сегодня новая девушка появляется, да? Да, я думаю, очень это. Да, и это как раз, может быть, хороший способ начать вот эту игру уже сегодня, да? Борис, я боюсь. Боишься? Попробуйте играть, потому что мне скажут, ага, оказывал знаки внимания, значит, что-то хотел, а завтра ты уже другой, значит, ты не искренний человек. Что подумают ребята? Да, поиграй. Для меня важно общественное мнение. Ну, это понятно, да, но... Попробуй три, ну, вот три маски, да, например. Какие у нас были роль любовник, такой кокетливый любовник, а потом хам, а что у нас? И маменький сынок, да? А я попробую угадать. А я попробую угадать. Три маски. Похоже на маменького сынка. Угадал? Ну, да. Еще две. А, ну, все, уже понял, уже хам. Хам с кривой даже не делится. Ну, третий замок трудный, потому что роль любовника мужчине показывает, может быть, как-то. А, роль того, кто? Кокетливый. Мужчина, который, вот та самая ситуация, такое выражение лица, чтобы я понял, что ты хочешь отбить мою женщину. Ты хочешь отбить ее? Да ты хочешь. Я хочу тебя, да? Какой это может быть? Так, да, это нагло. Чтобы я насторожился бы так сразу. Напряженно. Сразу. Извини. И с улыбкой, но очень конкретно. Что ты поймешь, что он мне противника. Ну, супер, супер. Замечательно. Ну, я желаю тебе сегодня... Борис, спасибо большое. А у меня, я идиот, скажите. У меня... Ты сейчас какую маску надел? Ты сейчас... Я не знаю. Знаешь, когда ты задаешь вопрос, идиот ли ты, да, то уже у другого возникает некоторая реакция на тебя, да? Можно сказать, что ты идиот, потому что ты задаешь идиотские вопросы, да? Можно сказать, что спрашивай, не идиот ли я, ты хочешь некоторой поддержки, да? Может быть, это степа хитрый трюк завоевать женщину. Понимаешь? То есть, на самом деле... И вот это выражение лица тоже, да? Борис, у меня какие-то есть проблемы в жизни серьезные? Ой, ну, ты знаешь, если у тебя в жизни проблемы, это, ну, по большому счету, только ты можешь сказать. Может быть, я так сказал бы, знаешь, что... А если у тебя... Сейчас скажу, да. Знаешь, какая твоя проблема? Я думаю, твоя проблема в том, что... Я не знаю, может быть, это здесь сейчас между нами, Но если то же самое происходит и в жизни, То, может быть, твоя проблема, что ты слишком часто спрашиваешь других, А в чем твоя проблема, не идиот ли ты? Ром! Сейчас два куска мяса привезут для тыканья. Че? Две бабы приедут. А-а-а. Я говорю... Два мешка с мясом. А, поэтому сегодня стройка их три. Да, да, да. Сейчас приедет... Я говорю, хороший человечек там. А, выбирай там хорошего человечка. Он говорит, хороший человечек у меня уже есть. Мне мясо для тыканья надо. Представляешь, застройка какая-то. Послушайте, а у нас же две кровати свободны, да? Угу. Ой. А, ну все равно Маринка ушла, поэтому одна девочка была все равно. Пошкиньте вот две сразу. Ого, я буду долго смеяться. Нормально. Блин, я хочу, чтобы мальчик приехал. Не нужны больше девочки. Мне вот интересно, что девочка приезжает. Нет, мне интересно, что девочка приезжает, но я бы больше интересовалась, если мальчик приехал. Хватит. Привозили на мальчиков. А ты не боишься, что, допустим, Рома переметнется? Нет, я вот, честно, у меня прям такая внутренняя дружка какая-то такая, да. Храпула. Хотя мне вчера Оскар сказал, то есть, ну... Что? Ну, типа, такой я дал понять, чтобы я не волновалась. Но все равно, мало ли. Он не может дать гарантии. У нас, конечно, нет. Конечно, нет. Ты не просто девчонок, которые приехали. А ты не тоже нашим любит, мальчишка? Нет. На красивых делок, прям. Светских любиц. Нет, это не тоже. Ждем с вас, как любиться. Плохо, блин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова